Звучит песня Мы находимся на источнике преподобного Серафима Саровского. Это, конечно, не тот первый источник батюшки Серафима, который был недалеко от его пустынки в Саровском лесу. Этот источник появился в 20 веке, когда доступ к прежнему источнику стал закрыт из-за того, что Саров стал закрытым городом. И большая территория, прилегающая к этому городу, была огорожена забором. И случилось чудо. По преданию преподобный Серафим явился на этом месте, ударил посохом три раза и забил чудесный родник. Бой обленье светит трое. Власти пытались уничтожить этот родник батюшки. Это были где-то 60-е годы. И решили его закопать. И вот преподобный Серафим явился во сне рабочему, сказав, что не стоит совершать такие действия. Ну, видимо, он не отреагировал. И батюшка тогда сказал ему, а все равно не закопаешь. Так и вышло. Когда приехал трактор на это место, ковшом скользил о землю, и совершенно нисколько не мог захватить земли, чтобы засыпать родник. И в скором времени власть сменилась здесь, и никто больше распоряжение об уничтожении родника не давал. Для чего все это делалось? Дело в том, что народное почитание этого родника и святого Серафима было большое. И чтобы пресечь хождение на это место, искоренить веру в Бога, в святых Его власти, подобные действия и допускали. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня источник батюшки Серафима прекрасно оборудован купелями. Вообще, с каждой стороны в святого озера можно подойти и окунуться. Но особенно в летние жаркие дни народу здесь много, а также на большие церковные праздники. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok